За годы становления суверенного Кыргызстана во внешней политике удалось достичь многих результатов. Так, страна стала членом различных международных организаций, имеющих вес в мире, таких как ООН, ШОС, ССТГ, ОДКБ и другие. В этом плане у нас и очень многие наработки, говорят дипломаты, заявляя, что Кыргызстан вошел в систему мирового сообщества международных организаций плавно. В первую очередь, конечно, ООН, Организация Объединенных Наций, в которую мы вошли весной 1992 года, практически с первых, можно сказать, месяцев существования независимого Кыргызстана. И я думаю, что ООНовские все структуры, которые нам были необходимы, они очень удачно вписались в нашу повседневную жизнь в Кыргызстане. Программа развития ООН как раз позволила оперативно разработать самые животрепещущие темы, которые нам сегодня актуальны. Сейчас МИД является весьма важным и необходимым институтом власти по защите и продвижению внешнеполитических и внешнеэкономических интересов страны. За отстаивание национальных интересов и повышение авторитета на международной арене отвечают именно дипломаты, которые в стране пребывания являются лицом государства. На сегодня выросла плеяда дипломатов, которые превзошли своих учителей, говорит Сахтамбек Кадыралиев. Молодые дипломаты сейчас владеют двумя-тремя иностранными языками, и это как раз для дипломатов очень хорошо, это оружие труда для нас, для дипломатов. И когда владеющие языком страны пребывания, это отношение совсем другое. И не через переводчика, а сам общаешься, и понимаешь очень много. Дипломаты сейчас двигаются в правильном направлении, добавил ветеран дипломатии Сахтамбек Кадыралиев, отмечая, что несмотря на трудности, представители дипмиссии честно выполняют свои обязанности. И наши дипломаты, вот эти малочисленные люди, дают такую же продукцию, такой же объем выполняют, такой же объем работают, как они делают. В этом плане наши дипломаты бежут качество, я так считаю. Ну а президент во время встречи с руководителями загранучреждений страны в марте этого года призвал их быть ближе к народу, заявив при этом, что одним из главных направлений во внешней политике – это защита прав наших граждан, пребывающих за рубежом. Дипломатические учреждения страны должны быть надежной опорой для наших соотечественников, которые живут, учатся и работают за рубежом. Кому как ни к вам обращаться нашим гражданам, которые оказались в трудном положении за рубежом. Поэтому двери посольств и консульских учреждений должны быть днем и ночью открыты, а их сотрудники обязаны оперативно реагировать на нужды наших граждан и защищать их интересы. Я ставлю перед вами задачу поднять на высокий уровень работу по защите прав наших граждан за рубежом и оказанию им конкретной помощи. Так в Кыргызстане утверждена и вступила в силу новая концепция внешней политики, в которой заявлено, что основными национальными интересами республики во внешней политике названы защита суверенитета и территориальной целостности, сохранение мира и стабильности, построение правового государства с парламентской демократией, сохранение единства многонационального народа, укрепление национальной и экономической безопасности.